Всем привет! В этом видео я вам покажу, как перенести Windows на другой диск. Но перед тем, как мы начнем этот урок, я тебе рекомендую посетить сайт meteotrend.ru Здесь только актуальная информация о погоде в твоем городе. Заходи, смотри и обязательно добавь сайт в закладку. Давайте перейдем в мой компьютер и я вам кое-что покажу. Мы находимся в мой компьютер. У меня подключены сейчас два диска. Неважно, какие это диски, SSD диски или жесткие диски. Суть переноса одна и та же. Обратите внимание на один диск. Он у меня объемом 120 гигабайт. И второй он у меня объемом 240 гигабайт. Теперь мы заходим в диспетчер устройств и видим то же самое. Дисковые устройства, два диска. Теперь я хочу клонировать вот этот диск на вот этот диск. Соответственно, мы перенесем Windows и все, что хранится на диске C. Друзья, внимание! Если объем нового диска больше, чем объем старого диска, то вы без проблем перенесете свой Windows. Но что делать, если объем диска, который мы хотим перенести, больше, чем объем нового диска? Если логически подумать, то мы не сможем никак перенести Windows, потому что объем здесь больше, чем у нового диска. Но есть один хитрый способ. Итак, нам необходим определенный софт для переноса Windows. Софт абсолютно бесплатный. Заходим на вот этот сайт. Ссылку я оставлю в описании под видео. Заходим в раздел «Скачать». Скачиваем программу Newby Partition Editor Free, то есть совершенно бесплатная версия. Мы нажимаем на «Установить». На компьютер закачался небольшой архив с программой. Давайте выберем «Показать в папке». И для удобства данный софт вынесу на рабочий стол. Теперь мы разархивируем данный архив и запускаем установочный файл. Установить программу у вас не составит труда. Я ее уже установил. Не буду вас заморачивать с установкой. Устанавливайте программу обычным способом. У вас создастся вот такой вот ярлык на рабочем столе. Давайте запустим данную программу. Данная программа нам понадобится для того, чтобы корректно сжать старый наш диск. И перенести Windows уже непосредственно на новый диск. В интерфейсе программы мы видим два диска. Еще раз повторюсь, вот он наш старый диск. Он больше, чем новый диск. Соответственно, старый диск, я его сейчас выделил, нам необходимо сжать. Выделяем данный диск левой кнопкой мыши, правой кнопкой мыши. Мы вызываем контекстное меню и выбираем изменить размер, переместить объем. У нас здесь есть ползунки как слева, так и справа. За правый ползунок тянем влево. Тем самым мы подгоняем объем старого диска под новый. Соответственно, у меня новый диск 120 гигабайт. Соответственно, мне его надо уменьшить приблизительно до 100 гигабайт. Потому что у меня это место свободное. Как мы видим, заходим в мой компьютер. Windows у меня занимает всего лишь 70 гигабайт. Я сожму этот диск до 100. Теперь мы нажимаем кнопку ОК. Появилась нераспределенная область. Теперь нам надо нажать на кнопку подать заявку. Ваш компьютер перезагрузится. И после перезагрузки вам вновь необходимо запустить программу. Друзья, мы вновь запустили программу. Теперь у нас должно пройти все четко. Потому что старый диск у нас теперь занимает 98.24. Новый диск занимает у нас 111 места. Хватит. Нажимаем на мастер переноса ОС. Теперь выберите целевой диск. Это тот диск, на который будет переноситься Windows. То есть новый ваш диск. Вот он мой диск. Теперь мы нажимаем кнопку Далее. Ставим галочку Удалить все разделы на целевом диске. И нажимаем кнопку Далее. Здесь мы выбираем раздел с Windows. Вот он 98.24. Вот он наш диск. И нажимаем кнопку Далее. Теперь читаем, что пишет нам программа. Как только миграция будет перенесена, вам необходимо уже загрузиться с нового диска. То есть вам необходимо вызвать Boot меню. Оно вызывается на каждом компьютере или ноутбуке по-разному. Например, если у вас компьютер с материнской платой Asus, то вы при загрузке Windows жмете постоянно F8. Посмотри на этот скриншот. Здесь все варианты вызова Boot меню для разных моделей компьютеров и ноутбуков. И нажимаешь кнопку Готово. Теперь ты нажимаешь на кнопку Подать заявку. Здесь я вам рекомендую для быстроты действий закрыть все лишнее и нажать кнопку ОК. Теперь идет процесс переноса Windows на новый диск. Если у вас вылазят вот такие уведомления, вы нажимаете Отмена. Еще раз повторюсь, мы клонируем Windows. Мы не удаляем ее со старого диска. После завершения операции я вам покажу, что делать дальше, чтобы ваши диски были корректно распределены, у вас было много места и так далее. Смотри это видео до конца. Процесс переноса занимает приблизительно 15-20 минут. Все зависит от скорости ваших дисков. Это первое. Все зависит от объема ваших дисков. Это второе. В общем, я пока поставлю на паузу и ждем завершения операции. Процесс переноса Windows на другой диск прошел успешно. Об этом нам сигнализирует уведомление от программы. Друзья, внимание. Нам необходимо загрузиться непосредственно уже с нового диска. Сделать это можно двумя способами. Первый способ. Если вы вызовете бут-меню, смотрите вот этот вот скриншот. Бут-меню вызывается у разных производителей, соответственно, по-разному. Также вы можете зайти в BIOS и указать новый SSD диск в качестве загрузки. Я вам рекомендую лучше зайти в бут-меню, выключаете компьютер, потом кнопкой его включаете и нажимаете циклично клавишу, соответствующую вашей модели материнской платы или модели ноутбука. Как только перед вами откроется бут-меню, вы выберете грузиться с нового диска. Вы же знаете, как называется ваш новый диск. У вас в бут-меню будет, соответственно, название. Вы стрелочками на клавиатуре выбираете этот диск и нажимаете кнопку Enter. Смотри это видео до конца, еще необходимо сделать кучу всего полезного. Далее нам необходимо зайти в штатную утилиту управления дисками, правой кнопкой мыши по меню пуск, заходим в управление дисками и смотрим, что у нас теперь тут получилось. Windows у нас находится на новом диске. Что делать со старым диском? Мы видим, что старый диск у нас тоже имеет файлы операционной системы, они нам не нужны, мы будем его использовать как дополнительный диск в нашем компьютере. Соответственно, нам необходимо удалить вот эти все разделы. Они нам больше не нужны, потому что у нас вот он новый диск, он у нас работает. Вот эту область мы сейчас немножко попозже распределим и добавим ее вот сюда. Итак, вот он наш большой старый диск. Теперь давайте удалим вот эти все уже ненужные разделы диска. Они нам уже не понадобятся, так как Windows успешно перенеслась на новый диск. Для этого мы правой кнопкой мыши щелкаем по меню пуск, в найти мы пишем cmd и нам необходимо запустить командную строку от имени администратора. Утилиту управления дисками пока не закрываем, она нам понадобится. Мы набираем диск парт, нажимаем кнопку enter. Теперь мы набираем команду list disk, чтобы узнать номер диска. Понятно, здесь тоже отображаются номера, но здесь нужна внимательность. Теперь, соответственно, старый диск у нас имеет номер 1. Соответственно, нам об этом говорит и утилита управления дисками и командная строка. Вот он наш старый диск на 223 гигабайта. Здесь мы пишем команду select disk 1 и пишем команду clean. Очистить. Все данные со старого диска будут удалены. Очистка диска выполнена успешно. Обратите внимание, что в утилите управления дисками все у нас исчезло, все ненужные разделы. Диск у нас не инициализирован, нам его необходимо инициализировать. Выделяем данный диск левой кнопкой мыши. Теперь правой кнопкой мыши в контекстном меню мы выбираем инициализировать диск. Мы выбираем gpt раздел и нажимаем ok. Отлично, мы инициализировали наш диск. Теперь нам надо создать раздел диска. Правой кнопкой мыши нажимаем создать простой том. а мы нажимаем кнопку далее и нажимаем далее выбираем букву нашего диска из списка какую угодно всегда ее можно потом поменять нажимаем кнопку далее здесь мы можем указать любую метку тома например я назову second то есть второй диск и нажимаю кнопку далее здесь я нажимаю кнопку готова у нас происходит форматирование и сейчас наш диск создастся командную строку можно закрыть отлично заходим мой компьютер и видим что у нас появился second диск полным объемом но друзья не спешите выключать видео теперь следующие то у нас на новом диске есть не распределенная область то есть вы ее не будете видеть этот объем 13 гигабайт у вас могут быть цифры совершенно другие необходимо распределить мы щелкаем по новому диску где уже у нас перенесенная операционная система и у нас в контекстном меню не активно ссылка расширить том нам необходимо щелкнуть по разделу который занимает 520 мегабайт он может занимать 480 у каждого по разному выбрать удалить топ нажимаем кнопку да отлично теперь мы вновь нажимаем на системный диск c и теперь мы видим что ссылка расширить том у нас стало активно нажимаем расширить том и сейчас вот это не распределенная область перейдет к нашему новому диску нажимаем далее далее и нажимаем кнопку готова давайте вновь зайдем мой компьютер и убедимся что у нас все хорошо и так мы видим старый наш диск он у нас полным объемом видим операционную систему windows на новом диске также мы видим и фай раздел сейчас я покажу как его скрыть нельзя удалять с него вот эти все папки потом при загрузке windows компьютер не будет видеть что у вас установлена операционная система мы просто сейчас вскроем это диск из мой компьютер и у нас есть локальный диск я его тоже мы сейчас уберем чтобы у нас остался новый диск и старый диск заходим вновь утилиты управления дисками выбираем наш диск д где находится загрузчик windows вот он и фай выбираем изменить букву диска или путь к диску здесь нажимаем кнопку удалить мы нажимаем да теперь переходим мой компьютер и смотрим что у нас ушел загрузчик он теперь нам не ему солит глаза теперь нам надо разобраться с локальным диском е здесь мы тоже можем взять и долить том и теперь давайте зайдем еще раз мой компьютер и как мы видим у нас остался диск c это новый диск и 2 друзья надеюсь урок был полезен ставь жирный лайк и обязательно подписывайся на канал